Инвесторы переоценивают перспективы изменения денежно-кредитной политики американского Центробанка в свете недавних потрясений в банковском секторе США. Также определенно весомое влияние имеют и данные по инфляции в США, что были опубликованы вчера. Замедление роста цен вполне позволяет ФРС притормозить программу по ужесточению монетарной политики, дабы избежать рисков для финансовой системы страны. На этом фоне доллар ослабил позиции по всему спектру рынка и торговался у месячных минимумов. О том, какие еще публикации могут повлиять на настроение трейдеров в последние две торговых сессии этой недели поговорим далее. Относительно намерений центральных банков инвесторы рассуждают буквально после каждой публикации важных макроэкономических данных. И не только в Соединенных Штатах. К примеру, в четверг на Азиатской Тихоокеанской сессии ждем отчета по изменению занятости в Австралии, содержание которого определит решимость Резервного банка Австралии продолжать повышение ставки. На зеленом континенте очевидна необходимость борьбы с высокими ценами. Уровень потребительской инфляции здесь все еще очень высок и требует подъема процентной ставки Центробанка. Так что если прогноз на прирост почти в 50 тысяч занятых оправдается, то Резервный банк Австралии вполне может поднять ставку на своем очередном заседании на 25 базисных пунктов. Новость будет позитивно воспринята рынками. Свою решимость бороться с высокой инфляцией изъявляет и Европейский центральный банк в том числе. Прогнозируется, что регулятор в ходе своего заседания, которое состоится в четверг, примет решение об ужесточении политики подъемом ставки до 3,5%. В то время как действия американского центробанка стали непредсказуемыми в условиях разгорающегося банковского кризиса, такое решение ЕЦБ скажется укреплением позиций евро в паре с долларом. Однако справедливости ради тут стоит отметить и начало панических настроений в Европе. К примеру, в Германии наблюдается массовое закрытие депозитов. Инвесторы хотели бы услышать комментариев от представителей ЕЦБ в отношении вероятности банковского кризиса и в странах еврозоны. Но пока европейский ЦБ, скорее всего, будет комментировать исключительно сводки с поля битвы с высокими ценами. А хвастаться тут все еще нечем. Инфляция замедляется весьма скромными темпами. В пятницу будут представлены итоги финального расчета индекса потребительских цен за февраль. И, согласно первичной оценке, рост цен замедлился в феврале с 8,6% до всего лишь 8,5% годовых. Данные в очередной раз свидетельствуют о необходимости агрессивных действий ЕЦБ и более высокой ставки. Также на этой неделе заседание управляющих ЦБ состоится и в РФ. В отличие от ключевых центробанков, российский регулятор может позволить себе не менять курс денежно-кредитной политики. Ставка, скорее всего, останется на уровне 7,5%, что и поможет рублю вырваться из боковика в паре с долларом и направиться к отметке в 74 рубля за доллар. В свою очередь, отношение к активам Соединенных Штатов будет формироваться исключительно развитием событий на тему банковского кризиса. И если трейдеры и обратят внимание на макроэкономические отчеты, то из всех публикуемых в последние два дня этой торговой недели внимание привлечет, возможно, лишь только отчет от экспертов Мичиганского университета с расчетом индекса потребительских настроений. Аналитики предполагают небольшой откат значения показателя, после того, как в феврале индекс поднялся к своему пику с января 2022 года.